По итогам этого конкурса выставки присуждается три призовых места с наиболее широким и интересным ассортиментом продукции, а также выявляются победители по нескольким номинациям. Также оцениваются вкусовые качества и разнообразие предлагаемых товаров. В жюри у нас находятся сотрудники администрации, организаторы, во-первых, исполнители этой программы муниципальной. Существует несколько критериев. Это и эстетическое оформление, это и вкусовые качества, это и представленный ассортимент. Каждое предприятие ежегодно осваивает новые технологии. В обществе с ограниченной ответственностью производственник в 2020 году появились хлебные изделия с добавлением чеснока. А вообще здесь изготавливают разные виды продукции. У нас на комбинации сколько? Четыре цеха. Рыбный цех, мы сходим соленую и копченую рыбу делаем, горбуша, скумория, сельдь. 30-40 тонн. Хлеба мы где-то в пределах 480-500 тонн за год. Товары производственника можно найти во многих магазинах города и района, как и продукцию кондитерской ИРЕН. Кроме того, у этого предприятия есть три своих стационарных точки. Мы производим хлеб, булочки, пирожные, торты на заказ, печенье. Ну, за время работы, конечно, за столько лет начинали совсем с маленького. Сейчас, ну, более-менее расширили ассортимент. Стараемся качество держать на уровне. Работаем без всяких добавок, без улучшителей, поднимателей, закрепителей. Все натуральное сырье. В этой выставке все приготовлено из продуктов питания. Даже эта большая корова сделана из теста. Есть ее, конечно, не стоит, но раз уж на выставке должны быть хлебобулочные изделия, то и этот элемент оформления выполнен в соответствии с условиями конкурса. Еще одна кондитерская под названием «Счастье есть» расположена в другой части города. Она существует всего два года. Ну, у нас коллектив 5 человек. Мы производим выпечка, пирожные, торты, разная выпечка, пироги всевозможные, хлеб, батоны. Ну, в общем, все, широкий ассортимент. Члену жюри посетили не только предприятие города, но и новопервомайскую мини-пекарню «Пекарушка». Это место, которое в селе знает и любит уже много лет. А самое крупное предприятие нашего района «Хлеба Сибири» или «Татарский хлебокомбинат» в 2020 году отметило свой юбилей. Да, в этом году нашему коллективу исполнилось 25 лет. Это в сентябре месяце. Но в связи с тем, что такая ситуация в стране и в районе, мы решили перенести, чтобы более, как говорится, помпезно это дело отметить. Мы готовились очень серьезно, заранее. Справляемся, стараемся справиться, потому что понимаем, насколько ответственна наша профессия, наша работа. «Хлебокомбинат» запускает в производство новую линейку бездрожжевого заварного хлеба. Пока он продается только в магазинах этого предприятия, но скоро появится и в других торговых точках нашего города. Здесь можно увидеть хлеб, который приготовлен с луком, с морковью. Давайте попробуем один из них. Очень необычно, но вкусно. Всего в этой линейке 10 наименований бездрожжевого хлеба. Хранится такая булка до пяти суток. Продукция уже имеет высокий спрос, поэтому совсем скоро ее можно будет найти и на прилавках крупных торговых сетей. Именно предприятие «Хлеба Сибири» стало победителем конкурса на лучшие хлебобулочные изделия. Все итоги можно посмотреть на сайте администрации Татарского района.